Здравствуйте, с вами Ада Конде. Сегодня я продолжаю тему эмоциональной зрелости, тему, которая необходима любому человеку, который хочет построить свою жизнь самостоятельно, ни на кого не оборачиваясь и не пытаясь никому угодить. Только эмоционально зрелый человек способен выстроить долгосрочные здоровые отношения, будь это семейные отношения, будь это отношения с подчиненными или с начальством, или отношения с близкими, друзьями и социумом как таковым. Уже не один раз меня просили раскрыть тему злости и агрессии. Что делать, когда начинается эта неконтролируемая злость внутри из-за какого-то человека или из-за какой-то ситуации. Небольшая сноска. Сегодня мы будем говорить о злости и агрессии взрослого человека, потому что если мы говорим о маленьких детях, то здесь ситуация немножко другая и тему нужно будет раскрыть совсем по-другому. Сразу такой вопрос. Нормально ли испытывать гнев? Да, гнев для человека естественная, необходимая эмоция. Если вы помните, я снимала видео о страхе, где я говорила, что страх тоже в определенном виде, в определенной форме нормальная, необходимая, важная для нас эмоция. Если вы не видели это видео, то вы можете сейчас нажать на ссылку на экране или под этим видео. Крайне интересная тема страха. Гнев также является необходимой для выживания эмоций. Если вашего детеныша, скажем так, кто-то обижает, понятное дело, что вы испытаете моментально гнев. И в то же время есть разные проявления злости, агрессии, а также ярости, которые не являются продуктивными, которые вас ни от чего не спасают, которые не помогают вам защитить свои интересы, а наоборот являются показателем, симптомом вашей неспособности себя защитить. Состояние сильной злости, состояние агрессии, а также состояние ярости, являются всего-навсего производной бессилия, производной слабости. Все мы когда-то были детьми. И ребенок, существо зависимое, существо в какой-то степени бессильное. И я думаю, каждый из нас в том или ином виде когда-то являлся объектом чьей-то агрессии или кто-то на вас срывал свое плохое настроение. И эта агрессия могла принимать форму неуважительного пренебрежительного обращения, издевок, насмешек и так далее. Ребенок, не понимая, как он может защититься или правильно отреагировать на подобную ситуацию, испытывает чувство бессилия. И именно это чувство бессилия вслед за страхом порождает чувство ярости, агрессии и довольно неприятной злости. И так как ребенок не имеет права показать это, все это направляется вовнутрь, что психологи назвали бы аутоагрессией. Агрессии направлены на самого себя. Что же происходит, когда человек вырастает? Когда человек вырастает, у него появляется возможность защитить себя, возможность обозначить свои границы и их. Охранять и соблюдать в любой ситуации. Но дело в том, что это детское бессилие, фантом этого бессилия и этой слабости нередко остаются. И очень часто человек живет с этими иллюзорными ощущениями долгие-долгие годы, а порой даже и всю жизнь. Теперь вы повзрослели и ваше бессилие иллюзорно. Вспомните ситуацию, когда кто-то с вами неуважительно обошелся. И внутри у вас поднялась злость или даже агрессия на этого человека. И если вы не научены выражать свои эмоции, если вы все еще боитесь их показать, то вы, как правило, промолчите или как-то еще иначе уйдете от ситуации, но внутри себя вы будете кипеть как котелок еще очень долгое время. То же самое происходит, если вас, например, обманули или вас что-то отобрали, вас обманули на деньги. Если вы это не выразили, то вы продолжаете кипеть. А иногда человек выражает это, выплескивает свои эмоции и все равно продолжает в этом вариться, кипеть внутри и никак не может выбраться из этого состояния агрессия, злости или даже ярости. Наверняка вам доводилось наблюдать такую сцену, когда одна женщина в магазине в очереди сказала какую-то грубость другой, и та ей в ответ вывалила еще три. И вы видите перепалку двух разъяренных детей с разбрызгиванием слюней, с размахиванием рук и так далее. Так вот, знайте, перед вами два абсолютно беспомощных человека, которые не осознают, что они могут абсолютно спокойно заявить о том, как с ними можно, как с ними нельзя обращаться. И вы сами знаете, что если вдруг в такой ситуации один человек взрослый, эмоционально взрослый, я имею ввиду, то такая перепалка очень быстро сходит на нет, потому что взрослый человек никогда не позволит этому длиться. Он очень быстро, без лишних вскрикиваний и взмахов кулаками, расставит все по своим местам и поставит невежливого человека на место. Когда происходит тявканье, когда происходит вот такая вот абсолютно неприглядная ссора, знаете наверняка, это два эмоциональных ребенка. И никакой взрослостью здесь и не пахнет. Так в чем же вопрос? Стоит ли проявлять агрессию, если она у вас внутри появилась? И вообще, что с этим делать? Да, это правда, если вы не проявили свою злость или свою агрессию, это будет направлено против вас. И человек, который склонен сдерживать всю жизнь свои негативные эмоции и боится их проявить, то, как правило, он начинает болеть, потому что никто не отменял психосоматику, и со временем тело такого человека начинает страдать и показывать ему, что он к себе несправедлив. И в то же время, человек, который вечно злится, агрессирует и проявляет эти эмоции, рискует остаться в одиночестве, потому что с таким человеком будет крайне неприятно жить, работать и вообще находиться с ним рядом. Что же делать? Ну, во-первых, нужно понять, что если вас кто-то бесит, злит, то проблема не в этом человеке, даже не в ситуации, которая вас злит, не в мире, который создал эту ситуацию, а проблема в вас. И когда человек стоит в пробке и бесится, то проблема здесь не в пробке, не в правительстве, которое не так устроило трассы, не в чайниках, которые заполонили дорогу, а дело в самом человеке. Если вас кто-то или что-то бесит регулярно, то проблема в вас. Потому что если вы сталкиваетесь с ситуацией, которая вас выводит из себя, и вы ничего по этому поводу не предпринимаете, это означает, что вы находитесь в состоянии ребенка. Кто был на семинаре «Как влюбиться в себя», вы точно знаете, о чем я говорю, мы эту тему разбирали очень детально. Что означает «Вы находитесь в состоянии ребенка»? Это означает, что вы продолжаете жить в своей иллюзорной слабости, в состоянии бессилия, когда внутри у вас все колокочет. В этой ситуации первое, что необходимо сделать, вспомнить, что вы взрослый человек, и вы имеете право сказать все, что в этой ситуации вам не нравится, не переходя на крик, не используя грубые слова или делая комические жесты руками и ногами, потому что это тоже проявление бессилия, вы можете спокойно, по-взрослому поставить человека на место. Если вы считаете, что человек вам соврал или лжет вам в лицо, вы можете ему об этом сказать. Или если человек, по вашему мнению, невежливо с вами обращается, вы это тоже можете ему сказать. А также можете ему популярно объяснить, что случится, если он не изменит свое поведение или свое отношение. Второй совет, который вам поможет совладать с эмоциями в подобной ситуации, это вспомнить о том, что ничего личного здесь нет. Человек, который к вам неуважителен или вас обидел, на самом деле он именно так относится к себе. Нужно понимать, что отношение к вам это проекция отношения человека к самому себе. Понятное дело, что вам от этого только отчасти будет легче. Вы перестаете брать это на свой личный счет, вы понимаете, что человек таков внутри, к сожалению, ему от этого плохо. Но с другой стороны, нельзя позволять другим людям делать вам неприятно и больно. Опять же, возвращаемся к пункту 1. Ставьте человека на место. Либо, если вы считаете, что это безнадежный случай и вам будет легче просто избавить себя от общения с этим человеком, позвольте себе это. Но не уносите с собой из этого всего обиду или злость. Простите этого человека и пожелайте ему счастья. Человек, неуважительно обращающийся с другими, также неуважителен к себе. Это сто процентов. Даже если внешне по нему не скажешь. И я вам гарантирую, что человек, который к себе добр, который себя ценит, любит и уважает, он также относится к окружающим. По умолчанию у него такое же доброжелательное отношение ко всем вокруг. Как минимум до того момента, пока ему не нужно будет отстоять свои личностные границы и свое самоуважение. Ну а что же делать, если человек, который относится к вам неуважительно или пренебрежительно, ваш, ну скажем так, начальник или человек, от которого вы зависите. Все то же самое. Если вы взрослый эмоциональный человек, вы никогда никому не позволите с собой так обращаться. Будь это ваш босс, будь это президент, кто бы то ни был, вы должны прежде всего помнить, что вы у себя единственная или единственной. Никакие должности другого человека, никакие его позиции социальные или экономические не дают ему право пренебрежительно к вам относиться. И такого человека вы тоже должны поставить на место. Если после этого вас попросят уйти с работы, я вас поздравляю. Это означает, что в следующий раз вы попадете на более хорошее, достойное вас место с теми сотрудниками, с теми руководителями, которые будут обращаться с вами уже иначе. Здесь очень важно не жить в самообмане, не вводить себя за нос. Очень часто, когда люди терпят к себе плохое отношение на протяжении долгого времени, будь это в семье, будь это на работе, они объясняют это якобы объективными причинами, почему они не могут сейчас расставить все точки над «и», развернуться и уйти или поставить обидчика на место. Это объясняется и зависимостью финансовой, и зависимостью в плане карьеры. Можно, конечно, продолжать жить в иллюзиях и объяснять это внешними факторами, которые вам мешают потребовать к себе уважительного отношения. Но я здесь для того сегодня, чтобы сказать вам, что ничто на свете, никакая работа, никакие деньги, никакой комфорт, никакие прочие отговорки, никакие обязанности семейные и так далее, не должны вас останавливать от того, чтобы вы обозначили свои границы, чтобы вы заявили о том, как с вами можно и как с вами нельзя обращаться. Как я часто говорю, особенно на семинарах, самое страшное — это предать себя. Нет, ничего страшнее этого предательства. Итак, что еще делать, когда у вас возник гнев? Первое, мы говорили, это отреагировать или уйти от ситуации совсем. Если вы понимаете, что это абсолютно бесполезный, безнадежный случай, просто постарайтесь, чтобы вас там больше не оказывалось ни в этой ситуации, ни рядом с этими людьми. Второе, что поможет вам справиться эмоционально с ситуацией, это осознание того, что этот человек на самом деле показывает вам сейчас его собственное отношение к себе. И вы всегда легко вычислить человека, который уважает себя по его реакции в стрессовой ситуации. Даже в неприятной ситуации он может с достоинством постоять за себя, поставить всех на место и при этом не опуститься до того уровня, на котором находятся, может быть, сейчас его обидчики. И третье, что вы можете сделать, что вам следует сделать, это спросить себя, а чем вызван гнев? Что сейчас вызвало ваш гнев? И вам просто будет самой полезно подумать над тем, что же так сильно вас зацепило. Потому что, если вы знаете, ваша реакция – это ваша собственная ответственность. Нередко людей бесит и вызывает злость то, что их, по сути, не касается. Ну, например, пьяный человек в автобусе, у кого-то он может вызвать злость и агрессию. Нужно понимать, что что-то объективно, а что-то крайне субъективно. И, как правило, за любой бурной негативной реакцией, особенно если она случается довольно часто, стоит наша обостренная потребность быть признанными, быть увиденными, получить уважение и признание. И в то же время это смешивается с нашим бессилием, с нашей слабостью, которые мы приобрели в детстве. И именно эта комбинация заставляет человека кипеть, бурлить и даже болеть. Может быть, кому-то будет приятно узнать, что гнев является эмоцией, которая крайне заряжена энергией. И как вы эту энергию используете, тоже зависит от вас, потому что иногда вы можете использовать ее для того, чтобы сделать какое-то изменение в своей жизни. Например, кто-то сделал очень неприятную ремарку о вашей жизни или о вашей внешности. Вас могло это крайне задеть. Вы можете уйти в состояние жертвы, сидеть и злиться на этого человека, перемывать ему косточки. Или вы можете поднять свою пятую точку со стула и что-то поменять в своей жизни. И эмоция гнева дает эту колоссальную энергию. Конечно же, я не говорю о том, что нужно искать эту эмоцию, чтобы дать себе какие-то толчки в жизни. Я думаю, что это довольно болезненная эмоция. Хотя многие люди живут и совершают шаги в жизни именно на эмоции гнева и боли. Когда женщину бросил мужчина, она разозлилась, ей это было больно. Тут она берется за себя, она меняет свою жизнь, она приводит себя в порядок. Казалось бы, ну, хороший результат. Но это можно было сделать и из состояния любви. Но раз уж так случилось, если случилась болезненная ситуация, где вас сильно разозлили или сильно обидели, возьмите этот потенциал энергии и направьте его на что-то созидательное. Направьте его на то, чтобы изменить себя и свою жизнь. И каждый раз, когда вы находитесь в ситуации, чувствуете внутри нарастающую злость, гнев, вспоминайте о том, что вы уже не бессильный, слабый ребенок, не имеющий права на свое слово, на то, чтобы отстоять свои границы. Теперь вы имеете на это право и, пожалуйста, воспользуйтесь им. Спокойно, без надрыва, а просто потому, что вы имеете на это право. И вас за это будут только уважать. Как минимум, вы сами за это будете себя уважать. И на прощание подарочек родителям подростков гнев. Агрессия, злость подростков – это всегда абсолютно нормальная попытка взрослеющей личности установить свои границы, завоевать свое пространство и, наконец, выпихнуть контролирующих родителей за пределы своего личностного пространства. И эта агрессия у подростка проявляется тоже из-за ощущения собственного бессилия, потому что он сейчас пытается выйти из состояния бессильного ребенка в состояние взрослого. И если родитель умный, если вы мудрый родитель, то вы не будете прессовать своего сына или дочь, вы не будете их проклинать или говорить «такой ты мне не нужен», вы не будете их отталкивать, вы позволите им установить свои границы и будете их уважать. В таком случае очень скоро их агрессия, гнев пройдут, они поймут, что их границы были приняты, были увидены и восстановятся понимающие, доверительные, теплые отношения с родителями. Но, к сожалению, часто родители воспринимают такой подростковый бунт, штыки, начинается эмоциональная война, и в итоге мы получаем разрушенные отношения, недовольного родителя, а также подростка, который не вырос. Получаем незрелого человека, который потом, дай бог, будет помогать тебе сам, учиться выстраивать свои границы позже в жизни сам. Ну, хотя бы слушая похожие видео или обращаясь к помощи психологов. На этом я заканчиваю и напоминаю вам, что вы на верном пути. Заходите на веб-сайт, где есть огромное количество полезных видео, абсолютно бесплатно, где есть полная серия видео о эмоциональном взрослении. Вы также найдете расписание семинаров и вебинаров. Оно было недавно обновлено. И также вы можете подписаться на канал в YouTube, чтобы получать свежие видео первыми. С вами была Ада Кландо. Всего доброго!